Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру побег из френд зоны. Так, где мы с вами остановились? Ага, вот здесь. Что же нам выбрать-то, а? Положиться на напарники? Давайте положимся. Зачем мы будем признаваться в страхе, согласитесь, это глупо. Давайте так. Разве не хорошо, что ты со мной? Хм. На кого еще я могу положиться, как не на моего напарника, самого сильного боевого мага нашей школы? Значит, я тебе только для этого нужен? Эй, это же был комплимент. Тогда не относись ко мне, как к неодушевленному инструменту. И потом, к слову, о напарниках. Я вот положился на тебя, и где теперь моя карта? Забудь уже о ней. В любом случае, нам пора по-настоящему приступить к заданию. Можешь начать поиски и не беспокоиться об опасностях. Я достала свой поисковый амулет, настроил его на работу и поиск портала. И мы пошли вперед, все дальше в лес. Некоторое время мы двигались в самую чащую, по коварно-плутающей лесной тропе. Чем дальше мы уходили в лес, тем крупнее становились на листьях капельки росы, с виду твердой, как бусины с разорванного ожерелья. Я пыталась вычислить нахождение артефакта с помощью своего поисковика. И внимательно вглядывалась в каждую мелочь, которая могла бы нам помочь. Фрэнс прикрывал тыл и отслеживал малейшие шорохи, чтобы вовремя заметить возможного врага. Судя по тому, как он был расслаблен, пока что опасность нам не грозила. Одиноко спикирующую на нас рогатую белку опасностью назвать было сложно. Фрэнс даже убивать ее не стал, только задумчиво потряс, держа за заднюю лапу, а потом швырнул в крону дерева. Совершенно никакого инстинкта самосохранения. Как она только с такими привычками выжила в этом лесу? Похожие белки тоже хотят с тобой посоревноваться. Только спарринга с белками мне не хватало. Не люблю битвы со слабыми противниками. Это начинает напоминать игру в поддавки. Это верно, но... Просто так бродить по этому лесу гораздо скучнее, чем я думала. Не ожидала ли ты, что на нас сразу набросятся бронезубы? Чудовища выходят ближе к вечеру, днем тут часто бродят сильные маги. И днем это обычный лес? Я так жалею, что забыла карту, и мы вынуждены плутать по лесу, в котором это делать совсем не интересно. Серьезно, сюда даже младшеклассиков без страха отпускать? Эй, ински! Совершенно не понимаю, почему тогда нам строго-настрого запрещают всю... Осторожно! Заговорившись, я перестала внимательно следить за дорогой. Этим я нарушила одно из главных правил поведения на местности с плотоядными растениями. Не успел я после очередного шага поставить ногу на еле протоптанную тропинку, как трава под моей ступней вдруг начала разъезжаться. Ого! Ничего себе! Уже когда я по щиколотку провалилась во внезапно образовавшуюся яму, я заметил, что эта трава была другого цвета, чем та, которая ее окружала. Тропограсс маскировался под обычную растительность, но под ним неосторожный путник или зверек мог обнаружить целый ров. Изнутри в нем торчали отростки этого кровососущего растения, которые обвились вокруг тела, впивались в кожу и медленно тянули из жертву соки. Тропограсс встречался очень редко, но из тех, кто в него попал, почти никто не выжил. И моя нога уже по самый край сапога угодила в этот капкан, который все расширялся, планируя поглотить меня с головой. Я не хочу так умирать! Определенно я не хочу умереть таким образом, чтобы меня сожрало какое-то растение. С моего языка помимо воли сорвалось имя того, на кого я привыкла рассчитывать в такие моменты. Фрэнс! В тот же миг сильные руки обхватили меня за талью и резко потянули на себя. Я почувствовал, как на одно мгновение Тропограсс давил было мою щиколотку, но тут же ослабил свои силки, как побежденный противник. Фрэнс пришел на помощь до того, как коварное растение утянуло меня в свое подземное царство, на кровавый пир. Какое чудо, что у него всегда была такая прекрасная реакция, которая и сегодня не подвела. Я только судорожно вздохнула, не веря своей удаче. Вот ведь зачем мне нужен напарник, которого тупое растение превратило бы в перегной? В порядке? Кажется, да. Я врала, меня еле держали ноги, и я вся дрожала. Фрэнс уже оттащил меня на безопасное расстояние и помог найти опору на твердой земле, но не выпускал из рук, видимо, опасаясь, что я упаду. Я так испугалась, думал, что это конец. Еще бы немного и... Глупая. Он вдруг требовательно привлек меня к себе. Его руки обхватили меня теснее, но при этом держали крайне бережно. Прежде чем я успел опомниться, он уже положил свою широкую ладонь на мою макушку и... погладил меня по голове. Это... Это странно. Он никогда так раньше не делал. Я не помню, чтобы он ко мне когда-либо прикасался, даже желая приободрить. Тшшш... Все хорошо. Я никогда не дам тебе в обиду. Ты же сама это знаешь. Как-то пару раз он утешал меня во время страшной грозы, но таких проникновенных слов он мне не говорил и тем более не нашептывал их на ухо. Это было непривычное, но очень комфортное чувство и от него возникало желание плотнее к нему прижаться, несмотря на смущение. И мои руки помимо воли обхватили его, такого теплого и непривычно добродушного, в ответ. Спасибо. И за спасение тоже. Мне показалось, что он хотел что-то сказать, наверное, поэтому его дыхание сбилось на какое-то мгновение. А потом он отпустил меня, неловко отводя взгляд, и отшагнул, увеличивая между нами дистанцию. Все потому, что ты невнимательная и безответственная. Как, по-твоему, я бы дальше один жил? В смысле, искал артефакт? Ты настоящий герой, прямо как... Ммм... Отец, рыцарь. Ну, давайте выберем, наверное... Рыцарь? Как рыцарь из сказки. Ты раскрыла меня. Это моя подработка. Но тебе еще нужно поучиться манерам, знаешь ли. Принцессы такие придирчивые пошли. Значит, я принцесса? Просто пришла моя очередь приводить неудачные сравнения. Ну, эй... Я хотела сказать ему что-нибудь еще, но тут... Тут у меня забурчало в животе. Ой... Кажется, пора устроить привал. Иначе, если мы найдем портал, то он может внезапно исчезнуть в твоем желудке. Я не стану есть портал. И что значит, если... Я возмущалась его без такности, но действительно была очень рада, что сегодня он со мной. А еще я была рада, что он сам предложил передохнуть. В противном случае это выглядело бы так, словно я его торможу, особенно после предыдущего момента. Фрэнс всегда странным образом предугадывал все мои желания. Он словно видел меня насквозь и всегда был готов прийти на помощь. Чего еще ожидать от самого лучшего друга? За это время мы обошли половину восточной части леса, однако пока у нас не было никаких результатов. Возможно, будь у нас карта, это все прошло бы гораздо быстрее, а сейчас иногда у меня возникало чувство, что даже с поисковиком мы ходили по кругу. Это даже не было весело, ведь подобное затишье выматывает сильнее, чем активная деятельность. Но мы оба верили, что после отдыха и перекуса искать портал станет гораздо легче, ведь дело лучше идет на сытый желудок. Мы как раз вышли на замечательную укромную полянку, где достаточно удобно расположились прямо на траве. Ура, обед! Значит, я угадал, и все это время ты думала о еде, несмотря на свое сосредоточенное лицо. Не в этом дело. Просто у тебя самые вкусные бутерброды, которые я когда-либо пробовала. Добавки ты все равно не получишь. Не больно-то хотелось, зато останусь в форме. Так, подшучивая друг на друга, мы приступили к обеду. И стоит признать, в словах Френза была доля правды. Все-таки я ждала этого привала. Мне уже некоторое время хотелось есть, кроме того, было приятно просто посидеть и спокойно насладиться красотой этих мест. Френ словно прочитал мои мысли. В лесу хорошо в это время года. Мне кажется, если бы я мог, я бы бродил здесь целую неделю. Мне тоже здесь очень нравится. Если бы не наше задание, я бы получала еще больше удовольствия от сегодняшнего дня. Я рада, что мы сейчас вместе. И почему? Это навевает воспоминания. Помнишь, как мы раньше часто гуляли вдвоем? Мы не возвращались домой целыми днями. Потому что нам было интересно вместе. И потому, что ты постоянно впутывалась в неприятности, а мне приходилось тебя из них вытаскивать. Это было не так часто. Зато с тех пор, как ты научилась использовать амулеты из найденных на улице камешков с завидной периодичностью. Твоя мама постоянно переживала, что ты влипнешь в по-настоящему серьезную историю. И однажды ты все-таки превратила одну девчонку в свинобаку, просто подарив ей подвеску. Вот же скандал был бы. Хорошо, что вовремя нашли способ ее расколдовать. Я бы хотела просто подарить ей парочку прыщей на носу. Она обзывала нас женихом и невестой за то, что мы постоянно были вместе. Тебя это так сильно обижало? Мне не нравилось, что она задиралась. Как бы то ни было, у нас было замечательное детство. Как хорошо, что мы пронесли нашу дружбу через года. Но мы уже не дети, даже если кое-кто до сих пор выбирает себе конфеты с считалкой. Как будто в этом есть что-то плохое. И потом, зачем ты так говоришь? Я здесь единственная, кто бережно хранит память о нашем детстве. Не в этом дело. Нам надо оберегать каждый бесценный момент, проведенный вместе. Ведь после школы мы поступим в разные высшие академии. Это верно. Мы ведь обязательно будем писать друг другу? Но вряд ли этого будет достаточно. Правда? Разумеется. Как будто я смогу оставить такую недотепу на произвол судьбы. Мой почтовый летучий енот будет знать твой адрес наизусть. Ему придется каждое утро летать к тебе. И с противным звуком скрестись в окно. Он станет будильником, срабатывающим за два часа до подъема. И за что нам с бедным енотом такое жестокое наказание? Хоть где-то же в твоей жизни должна остаться дисциплина, когда меня не будет рядом. Если хочешь писать мне каждый день, то вовсе не обязательно делать из этого пытку. Тебе придется придумать другой вариант, чтобы ни я, ни енот не пострадали. Кстати, о пронорливых мелких созданиях. Ты уже решила, что будешь делать с предложением того вырученного харконосика, который надоедал нам этим утром? С каким предлож... А ты говоришь о Тафе? Уже забыла, о чем с тобой говорил? За прошедшее время много всего произошло, знаешь ли. И сейчас меня очень волнует наше задание. Как можно быть настолько легкомысленно и к чужим призна... Впрочем, может оно и к лучшему. Понятия не имею, как себя с ним вести. Мне впервые кто-то предложил подобное и... Вдруг я правда ему нравлюсь. Просто не думай о нем. Иначе волосы начнут выпадать. Ты его терпеть не можешь. Именно, наглый, самодовольный придурок. Ты так не считаешь? Ммм... Отозваться о Тафе мягко или подшучивать над Тафом? Подшучивать. Что он мог бы влюбиться в свое отражение в реке? Я слышала, что преподаватели обещают ему хорошее будущее благодаря его способностям. Хотя это маловероятно, если он все-таки будет окружен толпой влюбленных в его внешний вид девушек. Но вряд ли он это понимает. Он не из тех, кто думает, что весь мир покорится ему только из-за того, что он вышел лицом. Значит, лицом он все-таки вышел. И это все, что ты услышал? Ты странный сегодня. Я ожидала, что ты скажешь что-нибудь вроде «Как ты думаешь, не спит ли он в обнимку с зеркалом?» «Наверное, у меня просто нет настроения для таких глупых шуток». «Мои шутки глупые?» «Лицом вышел, значит». Прежде чем я еще успел что-то сказать, Фрэнс резко поднялся на ноги. «Забудь. Нас ждет портал, так что собирай вещи». «А чего ты подскочил так внезапно?» «Подожди меня». Несмотря на то, что его поведение показалось мне очень странным, мы снова двинулись на поиски. Фрэнс неожиданно стал раздражительным и еще более отстраненным. И на все отвечал едва ли не грубостью. Он и раньше не был особенно чутким, но в этот день побил все рекорды. Если до этого я только делала вид, что обижаюсь на него, в этот раз я была готова поссориться, но держалась. И не могла дождаться того момента, когда этот день кончится. Мы бродили по лесу еще некоторое время, прежде чем нашли портал. Небо уже начало схватывать сумерки, а крупные капли росы стали загораться синим цветом, но любоваться ими было некогда. Стоило вернуться в школу раньше, чем на чащу опустится ночь. К тому же я чувствовал себя совершенно вымотавшийся. Профессор Акнираш встретил нас в классной комнате, как и было запланировано. Мне показалось, в его голосе звучала досада. Выжили? К сожалению. Черный юмор в такой ситуации неуместен. Я бы не назвал это юмором. Прежде чем я успел уточнить странный смысл его слов, неподалеку от нас с хлопком материализовался Тафф и Бурейн. Оба выглядели изрядно потрепанными. Судя по всему, они чуть не попались в лапы кому-то из чудовищ. Гор забвения. Однако, это не помешало Таффу сохранять обычное довольство собой. У Бурейна же в глазах читалась недавняя паника. Профессор Акнираш, портал неисправен. Он отправил нас не в классную комнату, а в другую локацию. Мы материализовались неподалеку от места обитания Медводарилы. Старого рвача. Мы были вынуждены использовать другой портал. Неужели? Действительно досадно. Я рассчитывал, что он отправит вас прямиком в его берлогу. По-вашему, это может быть считаться забавным? И ты даже не представляешь, насколько. К счастью, наш альянс блестящих учеников отлично справился с этим испытанием. И мы благополучно вернулись. Лично ты зря вернулся. Если бы ты провел там всю ночь, я бы поставил тебе отличную оценку. И по второму моему предмету на вашем курсе. Ночью в этой местности велика вероятность попасть во множество неприятных ситуаций. Может даже лишиться и жизни. Вот именно. Глупости. Меня так просто не победит листной живностью. Взгляд Тафа устремился в нашу сторону. Рад видеть тебя, невредимая милашка. Хорошо, что адские кролики обладают не таким хорошим вкусом, как я. Я тоже рада, что с вами обоими все в порядке. Не могу тебя в этом поддержать. Старина Фрэнс, ты отвратительно выглядишь. Ты все-таки провалился. Не грусти. Просто небо благоволит не всем. Ты ведь не я, в конце концов. Таф попытался было по-небратски похлопать Фрэнса по плечу, но тот лишь с досадой оттолкнул его руку. Эй, ты в порядке? А есть разница? Я подожду тебя в коридоре. После этого он молча вышел из кабинета. Похоже, он совсем не в настроении. Возможно, сегодняшний день утомил даже его. Но все же оказалось, даже я не могу долго выносить его хмурость и вечное недовольство. Такое ощущение, что они сегодня извели меня больше, чем долгое путешествие по лесу. Я собиралась было тоже выйти из кабинета, но Таф внезапно преградил мне дорогу. Милашка, я понимаю, что ты нуждаешься в отдыхе, но и ты пойми мое нетерпение. К тому же я не могу себе позволить пропустить настолько подходящий момент. Как насчет моего предложения? Совершим завтра променад по окрестностям. Хм. Наверняка Фрэнс будет еще больше злиться и ворчать, если я соглашусь прогуляться с Тафом. Все-таки они не особо ладят. Мягко говоря. Но в конце концов ничего же не произойдет, если я просто один раз с ним куда-нибудь схожу развеяться. Фрэнс же не может мне этого запретить, а Таф наконец угомонится. Кроме того, возможно, мне будет даже полезно провести время с кем-то еще. Я внезапно поняла, что даже не общалась ни с кем, кроме Фрэнса, дольше получаса. Хорошо, я согласна. Хм. Отлично, тогда увидимся завтра в обед. Ты не пожалеешь, милашка, это будет чудеснейшим днем в твоей жизни. Завтрашний день покажет. Спокойной ночи, Таф, Бурейн. До завтра. Я отправлюсь к тебе во сне. После этого я вышла из кабинета и направилась к стоящему в другом конце коридора Фрэнсу. Вся его хмурая фигура была мне настолько знакомой, что я невольно подумала, что не ошиблась, решив завтра погулять с кем-то еще. Считается ли нормальным проявлять такую настойчивость по отношению к существу противоположного пола, если в ответ оно не выражает большого энтузиазма? Мальчик мой, ты совершенно не знаешь жизни. Ты отличный теорик, но тебе никогда не стать таким же хорошим практиком, как я. Для этого нужен многолетний опыт, тонны бесценного опыта в плане отношений. Я вынужден признать, что не понимаю языка, на котором ты разговариваешь. Сама судьба послала меня к тебе, чтобы я вдохновлял тебя своим примером и наставлял на путь истинный. Послала, потому что ты даже судьбе надоел своим непрекращающимся трещанием. Наверное, ты им медведорилу им спугнул. Собираетесь посмеиваться надо мной до самого выпуска? Именно, я намереваюсь выжать из оставшегося времени максимум удовольствия. Как бы вы ни старались, вам не удастся разрушить мой авторитет. Это в мои планы не входило. Твоя мумия будет стоить дороже, если ты умрешь с необходимой долей популярности. Так что, когда наконец задумаешься о самоубийстве, обязательно сообщи мне. Полагаю, предпринимателям действительно стоит повысить заработную плату. На следующий день я и Тафф действительно сходили прогуляться. Он был неожиданно деликатен и не совершал ничего предосудительного. Хотя и назвал в конце нашу встречу свиданием, отчего его улыбка стала еще более самодовольной. После этого он немного успокоился и надолго пропал в толпе своих поклонниц. Однако, произошедшее заставило меня задуматься, что это было моим первым свиданием за всю жизнь. А еще я неожиданно поняла, что кроме Френза мне не с кем общаться. Я так много времени проводила с ним, что перестала обращать внимание на кого-либо еще. И когда я об этом подумала, то и решила, что до начала экзаменов хочу пообщаться со множеством разных людей. И, наверное, после экзаменов тоже. Наше с Френзом общение стало сокращаться. Иногда мы совершенно не разговаривали и не виделись. Он не возражал. Наверное, мы просто надоели друг другу. Вокруг меня теперь было много людей, а он, кажется, стал еще более хмурым, чем был до этого. Мне не очень приятно это признавать, но я даже стала чувствовать себя лучше без его постоянного ворчания и снисхождения. Хотя мне и пришлось начать заботиться о себе самой, но я верю, что справлюсь с этим. Ведь мы все равно поступаем в разные высшие академии. И пусть пока мне неловко сталкиваться с Френзом в коридорах, я все равно благодарна ему за ту дружбу, которая когда-то у нас была. И надеюсь, со временем мы сможем вернуть хотя бы ее часть. Концовка номер один. Разошедшиеся дороги. Ну вот, дорогие мои друзья, мы и прошли с вами игру «Побег из Френзоны». Это была у нас одна из концовок этой игры. Их там на самом деле очень много. Все зависело от того, как бы мы с вами поступили при нужном выборе ответа. Ну а на этом я завершаю этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в новых свежих видосиках. Всем пока, удачи и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова